Приветствую вас на сайте Infini.i. Меня зовут Ирина Ронец и я вам сейчас покажу, как можно зарегистрировать вашего партнера внутри из кабинета и как лучше, эффективнее и правильнее его ставить в бинарную систему. Итак, чтобы вы могли зайти на бинар, вам прежде всего надо обязательно быть уже оплаченным партнером, то есть оплатить пакет, оплатить статус партнера, чтобы вот здесь было написано активный и только тогда вас допустит система в бинарное место. Пока у нас еще нет ревссылок, поэтому мы все регистрируем те, которые оплатились уже спонсор изнутри из кабинета. Когда будет ссылка, будет две возможности. Регистрировать абсолютно автоматическим способом по ревссылке, тогда вы просто будете расставлять, куда вам надо, влево-вправо двигать ножку и человек будет падать туда, куда надо. И также возможность останется, я думаю, как и сейчас. Итак, смотрите внимательно. После того, как вы уже оплачены, вас допускают сюда, на страницу партнеры, это четвертое меню, и идем направо, income stats и binary view, бинар, вот сюда. Нажимаем и попадаем на страницу нашего бинара. Вот здесь будет видно ваш логин. Исходя из того, на какой пакет вы зайдете, такой цвет у вас будет. Зеленый это Excel, красный это Prime за 50, и оранжевый это за 150 search, и серый это означает, что человек еще не оплатился, но уже зарегистрирован. Теперь смотрите, как вы можете ставить. Здесь есть три основные кнопочки. Первое, это, конечно, вставить юзернейм того человека, которого вы хотите найти в вашей структуре, например, уже много зарегистрированных, и вы знаете, хотите посмотреть, где находится этот человек или поставить под него. Вот тогда здесь вписывайте его логин, нажимаете search, система вам сама найдет его. Но если вы хотите партнера поставить в левую ногу, вы нажимаете на эту кнопку, если в правую, на эту, и если вернутся первоначальные ваше положение, как сейчас, нажимаете последнюю кнопочку. Теперь обратите внимание, когда вы зарегистрируетесь сами, то есть вас поставит спонсор, например, сейчас, под вами будут вот такие две ножки, это бинарные ножки, то есть одна левая, одна правая. Обычно одна из этих ног называется спонсорская. Что значит спонсорская? Это когда, допустим, спонсор, который над вами, и все спонсоры, которые над вами, все равно ставят каких-то людей, или много, или мало, но, по крайней мере, одного все обязательно должны поставить в спонсорскую ногу, поэтому получается у вас перелив. И здесь он у нас в системе показывает, что эта спонсорская нога получается левой. Поэтому, допустим, когда вот я там зарегистрировалась, оплатила, подо мной уже начали падать люди, и это образовалась спонсорская линия. Спонсорская нога. Значит, запомните, там, где у вас получается спонсорская нога, вам не нужно ставить много людей. Ваша задача основная, поставить обязательно двоих, одного влево, одного вправо, чтобы они были оплачены, тогда у вас будет квалификация для получения всех бонусов по бинару. Но если у вас спонсор работает хорошо, идет дальше перелив, спиловер, то тогда вы сюда ставите одного в обязательном порядке, подкидывайте проплаченного, а следующих всех будете ставить вот сюда, вашу, это ваша личная нога, и вы сюда будете уже делать эту ножку больше. Почему? Потому что по подведению итогов бинара, каждую неделю будут суммироваться очки каждой ноги, и выплата вам будет за меньшую ногу. Вот какая нога короче, вот за ту и будут давать вам комиссионные начисления, подсчитывайте баллы, комиссионные начисления, а остальные будут переводиться на следующую неделю. Поэтому, конечно, надо пытаться держать равновесие по мере возможности. Но обычно, если спонсорская, то туда подкидывайте спонсоры и все спонсоры, поэтому она быстрее строится у всех. И если, конечно, активные спонсоры, но у нас тут мы работаем активно, поэтому у нас уже очень хорошо нарисовалась эта спонсорская нога. Вторая же, вы должны строить сами, своими усилиями, поэтому старайтесь ставить сюда и добавлять по мере возможности. Что еще я рекомендую ставить во внешние ноги? То есть, вот смотрите, это называется внешнее, это называется внешнее, да? А вот эти, которые внутри, еще вторая, идут внутрь. Здесь вы не ставьте пока, потому что эти места займутся так или иначе партнерами от тех партнеров, которые должны сделать квалификацию. И это будет их личная нога, поэтому они все равно сюда человека поставят рано или поздно, и это место у вас займется, и здесь вы тоже получите балл. Только если, конечно, не будут активные партнеры долго, тогда вы можете помочь, и вот здесь изнутри тоже поставить своего человека, и таким образом и вы получите баллы, и поможете вашему человеку. Вот таким вот образом строится бинар, поэтому обращайте больше внимания на вашу личную ногу, чтобы таким образом дать перелив вашим людям и сделать это дело быстрее и получить больше денег. Теперь, если ноги длинные уже вам, чтобы поставить какого-то человека, вот добраться до слова фри, вам нужно или щелкать долго, да? Если их уже много, то придется щелкать долго, вот. Если вы только зашли, под вами уже, возможно, там нападало много людей, значит, смотрите тогда, понажимайте на этих людей, чтобы вы просмотрели, сколько под вами людей, а то вы, может, даже не знаете, что там уже выстроилась очередь. Вот, поэтому не задерживайте, старайтесь приглашать, чтобы равновесие у вас было в ногах, тогда больше денег вы получите. Но, чтобы вернуться назад, вы нажимаете вот эту кнопочку, и тогда система вам покажет первоначальный вид. Или еще раз нажать, и все скроется, будет виден только ваш логин. То есть, нажимая на логины по несколько раз, они будут открываться. Теперь, если, допустим, я хочу поставить под мою основную ногу, под крайнего человека, там уже очень далеко, поставить следующего, чтобы не щелкать каждого-каждого, я нажимаю кнопочку направо, и у меня открывается последний. Продолжение следует... Продолжение следует...